здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость черное небо красноярск красноярцев начали затыкать после обращения к дудю режим черного неба друзья красноярске в очередной раз объявлен режим черного неба в этот раз всего на два дня с 25 по 27 февраля режим загрязнения воздуха первой степени при таком режиме предприятия должны снижать выбросы на 15-20 процентов сейчас приложение красноярск небо фиксирует серьезное загрязнение на улицах павлов шевченко мужество копылова весны сверловской юности и проспекта свободного естественно при таком ходе событий людям не нравится то в какой ситуации они оказались тем более что вина тут них уехать не всем под силу и зачем это нужно у многих красноярске выросли отцы и деды а значит что и они имеют полное право жить здесь как я уже говорил ранее люди чтобы достучаться до власти начали выходить на улице чтобы придать максимальную огласку тому что происходит в красноярске но это не входило в планы власти нету власти желания сообщать всей россии о происходящем в этом городе и она решила действовать красноярцы николай маркелов который выходил на одиночный пикет против черного неба 18 февраля вызвали к себе в гости сотрудники наших доблестных органов он стоял с плакатом юрий дудь спаси красноярского черного неба я позвонил по указанному номеру со мной говорил молодой человек я спросил по какому поводу меня вообще вызывают он не сказал организация митинга я спросил какого митинга я не был ни на каком митинге у меня был одиночный пикет меня об этом никто не просил плакат и изготовил сам ничего не выкрикивал и ничего не нарушал маркелов предположил что формальным поводом для вызова к сотрудникам могло быть общее фото с другими людьми в респираторах из-за которого можно было предположить что активист стоял на одиночном пикете а был участником митинга на самом деле это не так в тот день очень много людей просто гуляли а так как воздух был мягко говоря не очень они вынуждены были это делать в респиратор виде молодого человека многие просто подходили чтобы сфотографироваться и все видимо из-за этого сотрудники решили что это митинг объясняет николай также сходить сотрудникам пришлось владимиру владимирову и журналисту дмитрию получено владимиру пришлось письменно объяснять а дмитрий по телефону зачем он снимает шествие против черного неба и обращение к дудю на данный момент конечно мера не особо строгие но это только начало власть дает понять что это не очень нравится что она не очень бы хотела чтобы какой-то там житель красноярска открывал свой роток что-то вякал да и не дай бог требовал от них каких-то действий так что бороться за чистый воздух друзья будет непросто на создание материала уходит долгое время а вам чтобы поставить лайк секунда если вы хотите быть в курсе всех важных событий социальные политических сферах ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал а также пишите комментарии по теме нам интересно любое мнение